Добрый день! В этом видео я расскажу вам о переезде в Турцию. Мой канал задумался на эту тему, разные видео на моем канале. Я надеюсь вам интересные видео за законы, за магазины, за интернет сайты, за разные возможности в Турции. А сейчас я хочу именно рассказать о переезде, о серьезнейшем вопросе, который у многих на повестке дня, но очень многие на самом первом месте, на самом первом шаге в сторону переезда останавливаются и стоят на месте и не могут сделать этот самый первый шаг. Ну, я хочу сказать, что до переезда в Турцию смотрел каналы многих риэлторов, блогеров по Турции было не очень много. И больше того скажу, в основном это были наши девушки, и их блоги были, скажем так, в помещении. Они даже улицы не показывали, они не показывали жизнь турецкую. Они рассказывали свой личный опыт. Вот как они с чем столкнулись, с какими соседями, с каким поведением, как себя ведет муж, как себя ведут окружающие. То есть все, скажем так, о себе. Ну, они девушки, они замужем. То есть вроде бы как для общего понимания мне это вроде ничего особо такого не дало. Посмотрел несколько раз, понял, что тут мне как бы учиться нечему. Были такие каналы, тоже несколько, в том числе риэлторы, которые показывали улицы, показывали магазины, показывали дома, показывали территории. Это уже давало какое-то понимание. Но все равно, все равно, как бы там ни было, вот какой-то общей законченной картины не было. Ни у меня в голове, нигде на блогах, нигде ни в каком видео. Ничего этого не было. Риэлторы, ну что риэлторы? Риэлторы в основном это квартиры. Они показывают, да, все, что связано, ну там, магазины, ну где-то что-то купить, ну где-то что-то сделать. И как бы все, даже практически за работу у риэлторов ничего не было. За занятия, чем вы будете заниматься, как жить, практических каких-то советов. Если они были, ну опять они были, все было зациклено на недвижимости. Купите, приедете, вот будете. Даже был случай интересный очень. На одном ютуб-канале агентства недвижимости девушка пишет в отзыве, что там получается владелец агентства был в ресторане, что-то там кушал, рассказывал. И девушка пишет, напишите какой это ресторан, напишите какое-то блюдо, какая цена. И всегда так делайте. А он периодически показывал, где-то в ресторанах сидел, ну рассказывал опять за недвижимость, все, все, все за свое. Но антураж такой, ресторан, кафе, еда. Ну а она говорит, вот пишите блюда, пишите адреса, телефоны. И я под ее комментарием написал, что ну как бы тут о недвижимости, при чем тут блюда, при чем тут рестораны. Приедете в Турцию, будете сами ходить. То есть мне, допустим, неинтересно, зачем мне, как называются блюда, ну он эти блюда выбрал. Я, может, выберу совершенно другие. То есть не хватало еще как бы и блюда кушать. Те, которые кушает агент по недвижимости. Ну к чему это, жить чужой жизнью. Я пойду, буду кушать свое. А она пишет, что ну дескать, ну вам так, а мне вот так. Мне надо адреса, мне надо телефон. Я написал, как я понимал, приедете в Турцию, вот купите квартиру. Вот вышла на центральную улицу и сегодня вправо пошла, посмотрела какие кафе, какие магазины, рестораны. Завтра влево пошла. И эта девушка или женщина, не знаю. Она поняла так, что я работаю в этом агентстве. Вот я вроде бы от агентства. Потому что там получилось так, что мы вот слово за слово, она мне, я ей. И вот как бы несколько ее комментариев, несколько моих. А агентство именно молчало. То есть они тоже вот наблюдали со стороны. Ну общаются два зрителя, пусть общаются. И девушка поняла, что я тоже из агентства. И она пишет, я купила в вашем агентстве квартиру. Вы меня заманили в Турцию. А теперь меня, не знающего языка, ничего тут не знающего, сидящего дома. Вы мне говорите, иди налево, иди направо. Вы мне обещали, что вы меня тут все будете показывать и водить кругом. Так вот как вы разводите наших людей. Да. Вот и такое есть. То есть понимаете, человек не имеет никакой вот картины. Ну туризм, туризм, приехал. Что такое туризм? Туризм это же не жизнь. Красиво, хорошо. А вот как жить? И вот человек приехал, купила квартиру. Ну я не знаю, конечно, что она надеялась. Почему она думала? Вот у меня есть видео, я в описании дам ссылку. Там было написано, риэлтор не друг. То есть не нужно отдавать сердце риэлтору. И надеяться, что вот теперь все. Вот все, что вам нужно. Вот каждый день вы придете к контору, к риэлтору. Скажете все свои вопросы сегодняшние. И вас риэлтор за руку поведет по магазинам, по кафе, по поликлиникам. Ну то есть вот вы заимели раба. Вот, раба. Или домохозяйку, или я не знаю кого. Служанку какую-то в виде агента недвижимости. Вот она берет вас за руку и начнет по Турции водить. То есть зачем вам что-то изучать? Вот агентство будет вашим рабом. Но, вот эта девушка и многие другие видят, что квартиру купили. Ну помогло агентство, конечно же, это их конек. Переоформить договоры на воду. Помогли технику купить. Ну такие, все, что связано с квартирой. Вот все. Надо сантехник, помогут. Надо электрик, будет вам электрик. Ремонт хотите перекрасить, переделать, помогут. Но жизнь, ведь она же другая. И тут агентство недвижимости, оно не поможет. Даже не потому, что, ну знаете, чтобы кто-то не обольщался. Потому что сейчас какое-нибудь агентство снимет видео и скажет. Вот правильно говорит, вот все не помогают. А наше помогает. А мы за руку водим. А мы вот все окружаем. Никто не окружит вниманием. Это физически невозможно. Я объяснял вот в том видео. Посмотрите в описании. Что физически, ну агент зарабатывает на чем? На продаже квартир. Ну даже если там сантехника вам позовут, электрика, может ремонт. Ну там, ну если они там заработают какую-то комиссию. Ну это копейки. Это, скажем так, на канцелярские расходы. Хоть люди говорят, что вот они там со всего, да. Ну это чепуха. Основное это продажа квартир. Вот. И агенту надо искать клиентов. А когда вы надеетесь и думаете, что у вас окружит вниманием, или агентство рассказывает, что нет, вот все плохие, все паразиты. А мы хорошие, а мы... Не верьте. Не верьте. Потому что просто думайте, рассуждайте логически. Логически. В чем заключается их работа. От чего они получают прибыль. И все. И вам все станет ясно. Если вы хотите домработницу, служанку, там, или я не знаю кого, кухарку, то это уже другое. Это не агентство недвижимости. То есть это вам найти в местных социальных сетях. Можете дать объявление. Найти человека. Даже вот я сейчас сказал и думаю тут же на ходу. Можно. Если у вас действительно финансы позволяют, есть к этому интерес. Вы можете дать такое объявление. И нанять даже не навсегда. На первое время, на месяц, на два, на три. Нанять нашу девушку или турчанку, которая русский язык понимает. Если вы понимаете турецкий, то и хорошо. Будете на турецком общаться. Для того, чтобы эта девушка, или женщина, или женщина, пусть будет так. Мало того, что ухаживала за вашим домом, помогала. Ну и она, как местный житель, вот она будет вам заодно. Но только вы, когда нанимаете, прямо говорите, что вам нужно. Потому что можно нанять. Вы нам кушать, приготовить. А потом сказать, вы теперь нас будете и днем, и ночью везде сопровождать. Поэтому объяснить, что к чему. И можно и так. Можно. То есть несколько месяцев местная жительница, которую вы наймете домохозяйкой, домоправительницей, кухаркой, гувернанткой, как хотите называйте. Но она будет вам содействовать, будет вас водить, будет вам показывать. И ей это будет выгодно. Она эту информацию знает, она местность знает. И плюс она за это получит деньги. Ну, как работа. Как работа. За бесплатно никто не может физически, никакое агентство это делает. И вот получается, переезд в Турцию. Возвращаемся к началу. Агенты, получается, нам не помогут. Вот в глобальном смысле слова. В местном помогут, в глобальном не помогут. А кто поможет? Есть помогайки, есть разные фирмы. Я рассказываю. Ну, помогайки это, скажем, такое слово не оскорбительное, а, ну, реально, нельзя назвать эту фирму. Нельзя, вот, скажем, моя знакомая риэлтор, да, пригласила миловидную девушку к себе в офис и интервью брала. И вот, как мне показалось, она тоже вот заблудилась, заблуждалась, как назвать. Про виды нажительства говорили. Она говорит, это эксперт по видам нажительства. Про страховки, это эксперт по страховкам. А как вот, действительно, как назвать человека? Вот, есть фирмы, да, вот, открывают люди фирму. И фирма занимается, ну, вот, всем, что связано с официальными вопросами, с возникающими в связи с переездом. То есть, видно жительство, страховки, открытие-закрытие, там, каких-то бизнесов, улаживание каких-то конфликтов, какие-то, может быть, судебные вопросы могут свести с адвокатом, бухгалтерские какие-то свести с бухгалтером. То есть, вот эти вот, около этого вопросы занимаются фирмы. Плюс они могут трансфер вам организовать, поездку, может быть, даже туристическое что-то организовать. И вот это все, ну, общим словом это называется помогайки. Это не оскорбление, это просто фирмы, которые занимаются многими вопросами, многими. Вы придете, вы действительно, люди, много лет, много уже через них прошло людей, и у них есть информация. То есть, они вам могут и про ВНЖ рассказать, потому что они с этим сталкиваются, они, может быть, каждый день 10, 20, 30 анкет заполняют, и, соответственно, столько же народу у них, а представьте, за год, за два, за пять работы, сколько через них прошло. Соответственно, много информации, много судеб, много отказов, много разрешений, много разных происшествий. И это все они знают. И в связи с этим у них есть какая-то информация, которая может быть вам полезна. Это помогайки. Ну, и они на 100% не окружат вас вниманием, связанным с переездом. То есть, они решают официальные вопросы, вопросы, скажем так, с которыми вы сталкиваетесь с официальной стороны, вот с государством. Эти люди есть везде. Хоть в Турции, хоть в Германии, хоть в Соединенных Штатах Америки. Вот эти помогайки есть везде. Именно вот когда вам нужно что-то с государством или с государственными органами решить, они помогут. Если не помогут они, то они сведут вас с тем, кто нужен. Адвокат, значит адвокат. Бухгалтер, значит бухгалтер. То есть, полезное дело делать. Но, опять-таки, только вот по таким вопросам. А как же вот общие вопросы? Я вам скажу, что общие вопросы в любой стране мира, в том числе и в Турции. Я это вам говорю, ну скажем так, авторитетно, потому что я сам именно эти ответы на эти вопросы искал и не нашел. И их невозможно найти. Почему? Потому что, смотрите, даже риэлторы-помогайки, я уже сказал, риэлторы, у них уклонна недвижимостью, помогая к уклонному сотрудничеству с государством. А общие вопросы, которые ни туда, ни сюда, даже могут советы, которые вот дают риэлторы-помогайки, и помогайки, эти советы могут не работать. Даже могут не работать, потому что они с ними не сталкиваются. Это какой-то так общий вопрос. А как вот, чтобы в школе там это учить, а то не учить? Кто его знает как, понимаете? Они могут свое мнение высказать, а вы пойдете в школу, спросите директора, директор скажет, нет, так нельзя, можно вот так. То есть, разные нюансы. И вот так как ни в одной стране мира, в том числе в Турции, вы не найдете, помогая по общим вопросам переезда в Турцию, в Германию, в США, то и не нужно это делать. Не нужно таких людей искать. Потому что вы можете наткнуться на людей среди риэлторов и среди помогая, которые скажут, помогу, сделаю, что ты хочешь. По ресторанам помогу, по утям помогу, везде помогу, заплати такую-то сумму, я помогу. Но так как они с этим не сталкивались, по факту они ничем не помогут. И миллион случаев, когда люди жалуются, вот там обещали работу не сделали, обещали там что-то не сделали. Поэтому берите ответственность за это только на себя. Когда вы переезжаете, будь то куда, хоть и в Турцию, хоть и в США, еще раз говорю, хоть и в Германию, хоть и в Португалию, хоть и в Испанию, везде, вы должны решить для себя, во-первых, для чего вам это нужно, с какой целью. Если вы видите цель, то вы к ней должны идти, будь то цель работа, будь то цель пенсия, будь то цель просто проживания лучше здесь, чем где бы то ни было, иные какие-то вопросы. Вот вы для себя цель определили, и вы туда идите. Информация какая нужна, вы должны ее найти. Не надо говорить, что вот мне никто не помогает, или помогли, но не так помогли, вот там хотели то, сделали нам это, сделали все. Это вам так сделали, потому что вы свою ответственность, то есть вы должны были это сделать. А вы ответственность за вот это делание возложили на кого-то, на риэлтора, на помогайку. А не с умыслом, потому что им же деньги надо получить. Вот бывают такие люди, есть люди, которые прямо скажут, нет, мы этими занимаемся. А есть люди, мы всем занимаемся, все, все, что хотите. Массаж сделать, массаж сделаем. Прямо вот тут, в агентстве недвижимости, на нашем рабочем столе. Были бы ваши деньги. Поэтому, когда вы полагаетесь на них, то естественно, они не делают то, чего вы ожидали. А они, кстати, могут и даже и не понять, чего вы ожидаете, поскольку это не их профильное дело. В результате у вас разочарование. И разочарование это будет связано, на удивление, не с ними, вот те, которые вам пообещали и не сделали. А разочарование будет страной. Вот это вот в Турции, вот тут обманут. Так обманут вас везде. И в США так само. Зайдите на какие-нибудь форумы Соединенных Штатов. То же самое. Обманули, обещали, статус беженца, обещали. Так вы почитайте законы США. Кто может дать статус беженца, кроме государства? Никто. Что значит вам обещали? Вы хотели, вы не хотели сами, вы понаделись. А вот если мы, так сказать, вам эту ответственность отдадим, вы сделаете? Батя говорит, сделаем. Давай деньги сделаем. А там, ну не сделаете, ладно. Извините, не получилось. До свидания. Ваш самолет шурует назад. Поэтому нельзя перекладывать те вещи, на которые вы должны решиться, которые вы должны осуществить. Нельзя перекладывать на кого-то. Это самое главное в этом видео. Я хочу, чтобы вы поняли. Если вы переезжаете, в данном случае в Турцию, вы должны для себя решить, понять. И не нужно самые страшные вещи. Психология человека так устроена. Когда вы планируете что-то, вот вы еще не переехали, вы еще дома сидите, да? Вы планируете переезд в Турцию. Вы рисуете себе самые страшные случаи из тех, которые принципиально возможны. Может быть, они никогда не случатся. Может быть, вы никогда с этим не столкнетесь. Но вы себе рисуете. И вы не находите ответ, вы не находите выход из положения. И вы боитесь. Вы боитесь переступить черту к отъезду, к переезду. Почитайте блоги тех, кто переехал. Есть вот и в живом журнале, и на Фейсбуке, во многих социальных сетях люди, которые переехали. У них тоже были страхи. Это свойственно природе человека. Помните, айболит. Вспомните, а если я не дойду? А если я пропаду? С детства мы это читали. То есть, это у нас заложено. А если я в Турцию поеду? Если я не дойду? А если я не долечу? А если я ошибусь? А если я не так куплю? А если я не там куплю? А если меня не возьмут? А если возьмут и обманут? А если то, если другое? Ребята, ну это же и на родине может случиться. А вот вы сидите сейчас, смотрите Ютуб у себя, скажем, за компьютером. А если потолок сейчас упадет? А если у вас землетрясение? А если вон сколько домов взрывается? У соседей газ сейчас взорвется. А если вы сейчас погибнете? Метеорит, война, наводнение, эпидемия. Ну зачем думать об этом? О том, что может быть когда-то что-то случится. Все может быть. Человек смертен и внезапно смертен. Так зачем об этом думать? В любой момент человек шел, смотрите на Ютубе сколько всего. Шел по тротуару, тут бац, машина выскочила. Все, насмерть задавила. Но не надо об этом думать. Это возможно. Надо соблюдать безопасность, ту, которая от вас зависит. А то, что от вас не зависит, даже если вы будете что-то соблюдать, все равно случится то, что не зависит от вас. Поэтому для того, чтобы решиться на переезд, вы должны сделать первый шаг. Для того, чтобы увидеть, как вы, скажем, бегаете, надо побежать. Для того, чтобы увидеть, как вы поете, надо, чтобы вы запели. Для того, чтобы посмотреть, на какое расстояние вы прыгнуть можете, надо, чтобы вы прыгнули. Это главное. Поэтому, когда вы сделаете первый шаг, уже легче будет. А приедете, переедете, ну уже все. Почитайте, еще раз говорю, блоги тех, кто переехал, кто детально описывает. Все, то есть смиритесь, вы переехали. Теперь ваша ответственность. Не надо возлагать ни на кого, кто-то что-то, никто не должен. Идите, знакомьтесь с людьми, узнавайте, интересуйтесь, вникайте. Как везде. Представьте, вы переехали с одного города в другой. Ну, кто вам, не знаю, ну вот с Москвы переехали там в Курск или с Курска в Москву. И что, у вас там будут какие-то помогайки, вам кто-то придет, будет за руку водить, что-то показывать. Нет. И в Турции нет, и в Германии нет, и в США нет. Так почему так разочаровываться, а как я буду, что же я буду делать, как мне... Да жизнь покажет, как. Самый простой, на простейший способ порвать со всем прошлым, это представьте себе, что... Это психология такая, это я, не я придумал, я прочитал. Представьте себе, что вы вчера умерли. Вот так случилось. Вот шли, машина, трамвай, все что угодно. Все, нет вас, нету. И вот представьте, вам Бог, или Небесная канцелярия, дает шанс. Вот вас спрашивают, хорошо, но вы хотите жить? Хочу. Ну вот, мы вас кинем в Турцию. Живите. Ребята, ну ведь вы же согласитесь. Да хоть в Африку, да хоть куда угодно киньте, но еще пожить. Конечно, согласимся. И вот представьте, обратной дороги нет. Все, вы в Турции, не надо ничего жалеть. Ой, это зачем же, что это? Ой, это зачем же, что это? Все, новая жизнь началась. Порвите прежние связи, шуруйте вперед. Вам жизнь дает новые горизонты. Вы все можете начать сначала. Вы представьте, сколько народу живет всю жизнь. Вот родители артистки великой Софии Ротару всю жизнь прожили в селе. И даже, вот как я смотрю, разные фильмы о родителях, о Софии Ротару. И вот говорят, что они дальше райцентра никогда не ездили. За всю свою жизнь. Даже в областном центре не были. Представляете? Ротару в Ялте купила квартиру, они к ней туда не приезжали. А у вас есть шанс. Вы пожили где-то, и вот сначала, и вот по-другому. Там что-то не получилось, там что-то не так. Новая жизнь, новая жизнь, новые горизонты, новые люди, новые знакомства, новые обстоятельства. И они зависят от вас. Только от вас. И ни в коем случае не перекладывайте. Узнавайте, интересуйтесь. Используйте риэлторов, помогаек, блогеров, знакомых, соседей. Используйте для получения ценной информации, новостей. Заведите себе знакомства. Ну, как в обычной жизни, как в обычной стране. Здесь много русскоязычных, вы можете знакомиться только с ними. И в результате вы через очень непродолжительное время поймете, как хорошо здесь жить. Как много здесь новых знакомых. Какие они все другие, не такие, как на родине. И если вдруг у вас на родине что-то еще осталось, и вы через какое-то время туда поедете, и вы поймете, и вы увидите, как вы разительно изменились. Как вы стали лучше. Там все осталось по-прежнему. А вы выросли. Морально. Вы выросли информационно. Вы выросли психологически. Поэтому, ребята, обязательно решайтесь на переезд. В данном случае в Турцию. Турция хорошая страна. Здесь очень много хорошего. Не в смысле достопримечательностей, а в смысле хорошего для жизни. Подписывайтесь на мой канал. Я буду периодически об этом рассказывать. Вы узнаете многое. Подписывайтесь. Всего доброго. Переезжайте в Турцию. Редактор субтитров А.Семкин